Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я хотел обратить внимание на одно выражение Иисуса Христа, которое оставлено для нашего назидания в Евангелии Иоанна, 6 глава. Я прочитаю 48 стих. Слова Иисуса Христа. «Я есмь хлеб жизни». Какие вопросы, друзья, возникают у нас при этом выражении Иисуса Христа? Когда Христос говорит «Я есмь хлеб жизни», значит, у этого хлеба есть какое-то отличие от обычной пищи. Почему Христос говорит не от обычной пищи, а о чем-то другом, мы знаем также из следующих слов Иисуса Христа дальше. Это 49-50 стихи. «Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли, хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». То есть здесь Христос говорит «Я есмь хлеб жизни» о другом хлебе, не о том хлебе, который поддерживает нас физически, продлевает нашу физическую жизнь. Христос здесь говорит о том хлебе, который утоляет жажду нашего внутреннего сокровенного человека, жажду нашей души. Поскольку мы знаем, что человек – это не только и не столько тело. Человек – это сложное существо, человек – это разум, человек – это чувство, человек – это желание. То, что в Священном Писании называется таким емким словом – душа. Так вот, оказывается, для того, чтобы удовлетворять требования в пище души, а душе, оказывается, тоже нужно кормить, душу нужно кормить. Так вот, хлебом именно для духовной пищи, для духовной жизни является Иисус Христос – «Я есмь хлеб жизни». И этот хлеб необычный. В чем его необычность? Сам Христос говорит необычные слова. «Я хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». И дальше, друзья, удивительно, что для пребывания в Иисусе Христе, или, можно еще так сказать, чтобы быть учеником Иисуса Христа, оказывается, необходимо, дальше Христос говорит, есть плоть Христову и пить Его кровь. Вы знаете, каждый раз в первое время после нашего обращения, когда мы начинаем читать, это удивительно, Евангелие. Евангелие Иоанна, и вот мы доходим до шестой главы, согласитесь, много непонятного возникает у нас при чтении этой шестой главы. Так и хочется присоединиться к тем ученикам Иисуса Христа, которые сказали, какие странные слова. Кто может это слушать? Но я предлагаю не присоединяться к этим ученикам. Почему? Потому что разве легко людям понять Бога? Нет, конечно. Но нам важно, что хотел Христос сказать этими словами. Поэтому давайте не будем присоединяться к этим ученикам Иисуса Христа, которые оставили Его, потому что допустили сомнения в Его словах, они были Ему непонятными. И продолжим исследование этого текста и постараемся понять смысл слов Спасителя. Немного предыстории. Прежде чем Христос сказал эти слова, в шестой главе Евангелия Иоанна рассказывается о насыщении пяти тысяч человек, что, собственно, это чудо является четвертым чудом из всех тех семи чудес, которые Иоанн использовал для доказательства того, что Иисус есть Сын Божий и Мессия. Вы помните, в Евангелии Иоанна написано, для чего написана эта Евангелие? Цель Евангелия сие же написано, пишет Иоанн, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Давайте вспомним, какие чудеса Христос совершил, на которые обращает внимание Иоанн. Это первое чудо – брак в Кане Галилейской. Второе чудо – исцеление сына царедворца в Капернауме. Третье чудо – исцеление больного в купальне Вефезда. И вот, когда Христос совершает эти чудеса, все больше и больше количества людей следует за Иисусом Христом. В Евангелии Иоанна, 6 глава, собственно говоря, начинается, что за Ним, то есть за Христом, следовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Вообще, это само по себе, мне кажется, не очень хорошая мотивация следовать за Христом только из-за чудес. Но дальше будет еще хуже. Почему, спросите вы? Потому что после чуда насыщения пяти тысяч человек, пятью хлебами и двумя рыбками, у людей будет другая мотивация еще, дополнительная и, наверное, главная все-таки, что они, как сказал Христос, не потому что видели чудеса следуют за Ним, а потому что ели хлеб и насытились. То есть на первом месте у этих людей все-таки не духовные какие-то рассуждения, а желудок. Друзья, ну давайте не будем все-таки укорять учеников, не будем укорять людей, насколько мы, живущие в современном мире, намного отличаемся от этих людей. Допустим, если спросить, а что мы просим у Христа? Силы для выполнения своих планов или смирения и покорности, чтобы Его волю принять. На самом деле это очень сложно. Молим ли мы Его, Господи, дай мне силы делать то, что Ты хочешь? Или же мы молим Его, Господи, дай мне силы сделать то, что я хочу? Вот и в тот день много иудеев последовало за Иисусом Христом, потому что Он дал им то, что они хотели – еду. И поэтому дальше они хотели использовать Его в целях. Мы знаем причины или настроения этих людей. А что они хотели? Они хотели сделать Иисуса Христа царем, а им не имели бы никакой нужды в хлебе, потому что Христос постоянно бы их этим снабжал. Друзья, поэтому, вы знаете, вот мотивация людей признать Богом сохранилась та же самая. Недавно разговаривал с одним человеком, он говорит, а для чего мне Бог? Я не вижу смысла и считаю бессмысленным ходить в церковь, потому что все, что имею в жизни, я заработал своими руками. То есть, а вот если бы Бог посылал, если бы скатерть самобранка была, если бы мы Бога могли использовать в плане материальных щедрот, тогда да, конечно, люди считают, что Бог им нужен именно для этого. То есть, мало что изменилось до сегодняшнего дня. Многие люди хотели бы использовать Бога, использовать Христа, вместо того, чтобы позволить Богу использовать себя. Друзья, давайте мы посмотрим на беседу, которая начинается у Иисуса Христа с людьми в Иудейской пустыне. Эта беседа в Евангелии Иоанна в 6 главе начинается с 27 стиха. И практически до конца 6 главы продолжается эта беседа. В результате этой беседы, друзья, Христос сказал удивительные слова «Я есмь хлеб жизни». Собственно говоря, это выражение, оно из семи выразительных утверждений Христа о себе. Христос в Евангелии на 7 раз говорит «Я есмь». Давайте вспомним другие, когда Христос говорит о себе «Я есмь дверь», «Я есмь пастырь добрый», «Я свет миру», «Я есмь воскресенье и жизнь», «Я есмь путь истинной и жизнь», «Я есмь истинной виноградной лоза», «Отец мой виноградный», «Виноградарь» и, наконец, «Я есмь лоза». И вот приближается Пасха. Иудеи готовятся к празднику, многие паломники идут в Иерусалим. Пасхой до сих пор ассоциируются и у нас, и у иудеев с принесением в жертву Агнца, с событиями десятой казни в Египте, когда, напомню, кровью жертвенного Агнца необходимо было помазать косяки дверей. Пасха – это начало исхода из египетского рабства. Пасха – это события, связанные со странствием в пустыне. Это манна. Пасха – это напоминание о великом пророке народа Божьего, о Моисее. И вот пятый стих шестой главы. «Иисус, воззвет очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить». Интересно, задавались ли вы вопросом, а почему Христос спрашивает не кого-то другого из своих учеников, где нам купить хлебов, а именно Филиппа? Может быть, потому что Филипп был как раз из той местности, в которой сейчас Христос находится? Филипп же был из Евсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Вот оно, что оказывается. Оказывается, из этих городов, рядом с которыми Христос сейчас находится, был не только Филипп, были еще Андрей и Петр. Но все-таки, как мне кажется, Андрей – это символ в Евангелии Анна все-таки небольшой, но веры. Потому что именно Андрей в девятом стихе шестой главы сказал такие слова. «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов и чменных, и две рыбки». Но что это для такого множества? Друзья, я точно не знаю, почему Христос спрашивает именно у Филиппа. Да и толкователи Священного Писания разнятся в своих мнениях, ответах. Точно нету вот этого почему. Ну, здесь мы можем для себя сделать вывод, на кого мы хотим из учеников Иисуса Христа быть похожими – на Филиппа или на Андрея. Как важно заметить немногое, как важно иметь хотя бы небольшую, но веру. И здесь Андрей как раз выразитель такой небольшой веры, который все-таки этого мальчика, у которого было пять хлебов и две рыбки, нашел. Кстати, вы помните отца одного несчастного отрока? Помните? «Сверуешь ли ты, что я могу это сделать?» – спрашивает Христос у этого несчастного отца. И интересное выражение. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Всего было пять хлебов и чменных у этого мальчика, который берет Христос. Собственно говоря, в Ветхом Завете был один случай такой, когда двадцатью ячменными хлебцами было накормлено тоже большое количество людей. Нет, не тысячи человек и не пять тысяч, как здесь вот в этом случае. Было накормлено сто человек. Это событие связано с жизнью, деятельностью пророка Елисея, когда он именно вот этими двадцатью ячменными хлебцами накормил сто человек. Это было большое чудо. Но здесь действовал тот, кто был несравнен, а больше Елисея. Друзья, но для нас важно не само чудо, а дальнейшая беседа Христа уже после этого чуда. И вот начинается беседа Иисуса Христа со слов. Он дважды говорит «Истина, истина, говорю вам». Дважды Христос говорит «Истина, истина, говорю вам». И эти слова повторяются еще на протяжении шестой главы трижды. Тридцать второй стих. Иисус же сказал им «Истина, истина, говорю вам». Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Сорок седьмой стих. «Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». И, наконец, пятьдесят третий стих. Иисус же сказал им «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Итак, Христос трижды говорит эти слова «Истина, истина». Вспомним, друзья, выражение из книги «Экклесиаст». Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Я вспоминаю еще одного человека, которого Бог характеризовал одним словом, безумный, который очень заботился только об этой земной жизни, накопил много всего. Это притча о безумном богаче, Евангелие Луки, 12 глава. Я прочитаю только один стих. Это обращение Бога по отношению к жизни этого человека. 19 стих. «И скажу душе, душа много добра лежит у тебя многие годы, покойся, ешь, пей, веселись, но Бог сказал ему безумный». То есть земными ценностями душу не насыщен. Не можно насытить земными ценностями. Поэтому очень Христос и говорит дважды «Истина, истина», или два раза Он говорит «Аминь», придавая особое значение своим словам. И в чем заключается, друзья, проблема для людей и того мира, и того времени, и сегодняшнего времени? То, что очень хорошо, лаконично, коротко изложил Иоанн Златоуст. Люди прикованы к делам мира этого. Действительно, друзья, человек очень сильно прикован к земному. И когда человек очень прикован к земному, думает только о потребностях своего тела, он не может, оказывается, жить полноценной жизнью. Никакая земная пища духовный голод утолить не сможет. А в каждом человеке живет жажда вечной жизни. А вечная жизнь, она связана с Иисусом Христом. В человеке живет жажда истины, жажда любви, жажда святости. И только Христос способен утолить вот эту жажду сердца нашего и голод души. Помните прекрасный стих? «Берегите жизнь» – такую фразу можно каждый день читать и слушать. «Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, берегите душу. Мир стремится к улучшению быта. Лучше есть, иметь красивый вид. А душа заброшена, забыта, голодает, плачет и болит. О душе заботятся нечасто, хоть кричат о высшей красоте. О душе хотелось бы участия. Ведь душа стремится к высоте. И она изранена, избита. В мире зла, где ложь и суета, Человеком занятым забыто, ищет друга доброго Христа». Итак, покой душа и голод душевный можно утолить только через духовную пищу, через Иисуса Христа. Помните, когда мы читаем Евангелие Матфея, в 4 главе, 4 стихом сказаны прекрасные слова. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Очень важно, конечно, питать свое тело, но очень важно и питать свой дух, свою душу. То есть, слова Бога, оказывается, которые мы слушаем, над которыми мы читаем, размышляем, это духовный хлеб для нас, для нашей души, для нашего внутреннего человека. Христос дает эту духовную пищу. Почему? Он может дать нам эту духовную пищу, потому что Он сам пришел с неба. Он является этой духовной пищей, как воплощенное слово, самое великое откровение о Боге, данное нам человека. Поэтому Христос и объясняет нам, и мы, оказывается, начинаем понимать, что даже когда народ израильский странствовал в пустыне, в течение 40 лет Бог кормил его манной, настоящим хлебом, для народа израильского все-таки была не манна, а закон Божий, а Слово Божье, именно через принятие этой духовной пищи, народ Божий должен был быть освобожден от этого поклонства, от рабства греха, и стать особым Божьим уделом, царством священников, как хотел Господь от народа израильского. Итак, почему мы должны верить словам Христа? Почему мы можем утолить голод своей души? В 27 стихе 6 главы Христос приводит этот аргумент. «Старайтесь не о пище тлены, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». То есть печать сыновства, печать власти, печать того, что Христос и является этой истинной духовной, духовным хлебом, это свидетельство власти, истины. Вот эта печать имеет Иисус Христос, поэтому Он может утолить и утоляет жажду нашей души. И что же нам нужно делать? Давайте вспомним, к чему призывает Христос после этих удивительных слов людей, которые слушают Его проповедь. «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Оказывается, всё начинается очень просто – с веры. А в чём же проявляется, друзья, наша вера? Наша вера проявляется в любви. Бог – это любовь. И наша вера проявляется в любви и прощении к людям. Собственно говоря, доказательство того, что мы любим Бога, оно проявляется в нашем отношении к людям. Потому что если мы людей, которых видим, не любим, как можем любить Бога, которого не видим? Поэтому, когда мы возрастаем в духовных качествах, в любви, в кротости, в смирении, это проявляется в том числе в нашем межличностном отношении, когда мы учимся прощать, любить окружающих нас людей, соответственно, мы возрастаем и в любви к Богу. Бог – это любовь. И наша вера проявляется в этой любви к ближним, к окружающим нас людям. Ещё наша вера проявляется в отделении от этого мира или в святости. Потому что слово «святость» значит «отделённый», «посвящённый Богу». Бог свят. И поэтому в нашей жизни должна быть непорочность, святость. Наша вера проявляется в том, что мы желаем подчинить свою жизнь Слову Божьему, потому что в Слове Божьем истина – мудрость, потому что Бог мудр. И мы подчиняем свою жизнь заповедям Божьим. То есть, в итоге, иметь веру Божью – это иметь глубокие личные отношения с Богом. Интересные, друзья, выражение сказал Иисус Христос в 32 стихе. Хлеб. Иисус сказал им «Истина, истинна, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой даёт вам истинный хлеб с небес». Обратите внимание на форму глагола «даёт». То есть, Отец не дал, не даст, а даёт. То есть, постоянное действие, постоянно даёт этот духовный хлеб. То есть, я повторюсь, что у этого хлеба отличие от обычной пищи. Это духовный хлеб, это Слово Божье. Христос – основа всякой жизни. Если мы отказываемся от Христа, мы отказываемся от полноценной жизни, как на земле, и тем более от славы вечности. Что значит, собственно говоря, друзья, есть плоть и пить кровь Иисуса Христа? Как это понять? Сам Господь помогает нам ответить на этот вопрос. Я прочитаю 57 стих. «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною». Христос, живя на земле, исполнял волю Отца. Исполнял интересы Отца Небесного. Поэтому, друзья, когда мы стремимся жить в воле Отца, исполняя волю Отца Небесного, покоряясь в воле Отца Небесного, исполняя заповеди Божьими, мы живем интересами Божьими, интересами Иисуса Христа, исполняя Его волю, покоряясь Его воле. Это и есть жить Отцом. Это и есть находиться в этих глубоких личных отношениях с Отцом через Иисуса Христа. Почему сложно человеку принять эти слова? И почему человеку сложно принять Иисуса Христа? Две главные причины. Первая, потому что это требует от человека покорности, полной покорности Христу. И во-вторых, потому что это предъявляет к человеку принятие Бога, осознание присутствия Бога в своей жизни, это предъявляет к человеку самые высокие нравственные требования. Вспомним, чем заканчивается эта глава. 66 стих. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Вот эти слова, которые сказал Иисус Христос, для многих явились, что называется, последней каплей их терпения. Они много не понимали и до этого. Но когда услышали, что говорит Христос сейчас, это стало их последней каплей терпения, и они оставили Христа. Друзья, так и сегодня есть люди, для которых глубоко непонятен Иисус Христос, они не хотят даже углубиться, чтобы понять, собственно говоря, что такое жизнь без чувства вины, что такое спокойная совесть и мир сердца. Нет, они уходят. Но есть и другие. Как есть другие и в этой главе. Иисус сказал 12. Не хотите ли вы это идти? Симон Петр отвечал ему. Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Одни ушли, а другие сказали нет. Мы останемся. Потому что ты имеешь слова вечной жизни. Друзья, мне хотелось бы два вывода для всех нас из этой небольшой беседы озвучить. Первый вывод, чем я питаю свою душу. Потому что если я не питаю ее хлебом, если не питаю Словом Божьим, если я не живу интересами Иисуса Христа, то я все равно питаю свою душу. Но питаю суррогатом, то, что травит душу, то, что мешает моим отношениям с Богом. Дал бы Господь иметь у нас всегда вот это желание, осознание, важности питать свою душу. Друзья, и второе. Является ли Христос хлебом моей жизни? Да поможет нам Господь углубляться в Слово Божье, возрастать в познании Его и питать свою душу словами Божьими, имея личное общение с Иисусом Христом. Богу нашему слава. Аминь.